Праздник со слезами на глазах. В День Победы мы традиционно вспоминаем не только торжество народа, разгромившего сильнейшего противника, но и всех, кто не дожил до 9 мая 1945 года. Советский Союз потерял в той войне 27 миллионов человек, причем большинство погибших – это мирные жители. Накануне Дня Победы в республике вспоминали всех, кто обеспечил мирную жизнь следующим поколениям. Ясное небо над головой и яркое солнце. Смех детей, добрая улыбка мамы – всего этого могло не быть, если бы не подвиг нашего народа, 76 лет назад отстоявшего свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне. С каждым годом очевидцев той ужасной войны становится все меньше. На этот раз в торжественном митинге из ветеранов смог принять участие лишь Николай Данилович Пауткин, который, несмотря на свой 95-летний возраст, помнит события тех лет очень хорошо. В результате этой битвы стало ясно, что все, мы отстояли Родину. Если в Москве только говорили, что можем отстоять, а Сталинградская битва показала, что мы эту войну не проиграли. Наша Родина не будет провощена. Оно так и случилось. Ветеран добавил, что Красная Армия освободила от фашизма не только Советский Союз, но и ряд европейских стран. Победа достигнута благодаря единству советского народа – солдатам и друженикам тыла, которые, не жалея себя, приближали этот радостный день. Единство всех жителей республики чувствовалось и сегодня. Участники митинга почтили память павших героев «Минуты молчания» и возложили цветы к монументу воинской славы и вечному огню. Возглавил гражданскую процессию глава Мариел Александр Истефеев. В своем выступлении глава Мариел назвал недопустимыми попытки фальсификации истории, занижения роли россиян в победе над фашизмом. Нужно помнить наших ветеранов, те, кто с нами жив, им необходимы знаки уважения и внимания. Тех, кого, к сожалению, с нами нет, это искренняя память о них. И многое делается сейчас. Ну вот, хорошо, мы помним, тема сейчас очень актуальная, второй год, это парк победы, 27 миллионов погибших, 27 миллионов высаженных деревьев, это зеленый памятник каждому погибшему. Но главное – это правда о войне, главное – это отношение молодежи, честное отношение к молодежи и вообще ныне живущих. Главное – это благодарность нашим потомкам. И главное – это жизненные каноны, которые в нашем обществе сегодня приветствуются, культивируются. Это любовь к отчизне, это трудолюбие, это здоровый образ жизни, это успехи, это движение вперед, это динамика, это здоровая конкуренция между хозяйствующими субъектами, между регионами, между странами. Это честность, правдивость, справедливость.